Пожалуй, ни одному региону Беларуси не уделяется столько внимания, как в Витебской области, особенно в сфере АПК. Минимум раз в год президент собирает совещание, где говорят только о ней. Результаты всестороннего анализа ситуации в сельскохозяйственной отрасли нашего северного региона показывают наличие серьезных проблем. Очень серьезных проблем. Еще чаще бывает с визитами, оценивает обстановку не только по отчетам чиновников, но и в полях. Причину такой заинтересованности Александр Лукашенко озвучил в январе 2020-го. А тогда еще не было ни пандемии, ни жаркого августа, ни санкций, ни военной напряженности. Но тенденция намечалась, и президент об этом открыто говорил. Пужики, я вас очень прошу, поймите серьезность момента. Денег лишних нет. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы утонем, или останемся на плаву. Если Витебская область выплывет, то Могилевская и Гомельская точно не помрут. Минской бог велел. Остальные более-менее работают. Все понятно. Исходные данные у всех изначально разные. Витебские земли не самые простые и плодородные. Зоны рискового земледелия. Рекордов по намолоту было бы наивно ожидать. А вот животноводство, переработка вполне могли бы стать фишкой области. Пока заинтересованные решали, что делать, агропром северного региона задолжал около 3 миллиардов рублей. Варианты спасения искали всем миром. Звучала идея создания суперхолдинга, структуры структур. Но президент зарубил эту оторванную от земли инициативу. В итоге были созданы семь агропромышленных объединений. К крупным предприятиям-переработчикам, которые страдают от дефицита сырья, присоединили хозяйства, которые могли бы обеспечивать необходимым и развиваться. Подобное взаимовыгодное сотрудничество в других местах себя хорошо зарекомендовало. Так почему бы не применить это в Витебской области? Я могу называть агрокомбинат Дзержинский, я могу называть агрокомбинат сынов, птицефабрика Дружба. Вы знаете, там формирование масштабной интеграционной структуры было за несколько лет. Поэтапно. На Витебщине они были созданы одномоментно. И поэтому головное предприятие «Интегратор», конечно же, в такой роли немножко испытывает дефицит денежных средств. Она дееспособна, эта структура. Дееспособна. Ну, поэтому надеемся, конечно, что все станет на свои места, и эти структуры, во всяком случае, выйдут на положительную, хорошую динамику работы. Про то, что что-то идет не совсем по плану, Александр Лукашенко говорил еще год назад. Спрашивал, может, стоит подкорректировать путь? Тогдашний губернатор Николай Шерстнев уверял, эффект будет, нужно лишь подождать. Этой позиции он придерживается и сегодня прошло два года. О достижениях отчитывается уже новый глава региона, Александру Суботину. Явно было бы приятнее озвучивать другие цифры. Но, как есть. Мясо перерабатывающие предприятия за 2021 год загружены были на 31% всего. За январь-февраль 2022 года 26,5%. Молокоперерабатывающие предприятия, соответственно, на 74% и 75%. Мы видим, что необходимо более качественно и эффективно организовать работу перерабатывающих предприятий по примеру аналогичных предприятий с других областей. То есть, если сейчас более маржинальная цельномолочная продукция, перебрасывать на эти предприятия именно сырье и получать прибыль. Но прибыль, чтобы те, от кого это сырье будет уходить, тоже получали доступ к этой прибыли. И их сырьевая зона, и их предприятия тоже не страдали. Это позволит также оптимизировать административно-управленческие аппараты на всех перерабатывающих предприятиях. А также даст возможность видеть общую картину по сырьевой зоне, ее проблемные вопросы и возможности эффективного их решения. Наглядное подтверждение озвученного президент получил за пару часов до начала совещания. В глубоком он пустил молочно-консервный комбинат и мясоперерабатывающий завод. И там, и там производят качественную, вкусную и очень востребованную продукцию, в чем на месте предложили убедиться. И там, и там готовы делать и продавать больше. Было бы из чего. На том же МКК из возможных семи сотен тонн молока в день не перерабатывают. И трехсот. А 23 прикрепленных хозяйства пока не могут обеспечить эту потребность. Было дно. А я говорю, а стало еще хуже, то есть ниже дна. Вот это дно с разбитыми свинокомплексами, отформочными площадками, вот это было дно. А сегодня в каждом предприятии построен новый профилакторий, сохранности. Нет, подождите. Все мы делаем во имя чего? Во имя того, чтобы получить деньги и дальше развивать производство, платить людям заработную плату. А вы этого не можете сейчас делать. Да, очевидно, какие-то трудности предусмотреть изначально не представлялось возможным. Но такие совещания и нужны для того, чтобы скорректировать стратегию. Но что, если базово ошиблись? Я вопрос в чем стоял. Все закредитованы, работать не могли. Дайте вздохнуть, дайте воздуха. Мы не только воздуха дали, мы вам кислород тоннами возили для того, чтобы вы дышали. То есть те деньги, которые вы должны были раньше, как договаривались, вернуть, вы их не вернули, кто-то недополучил эти деньги. А сегодня вы говорите, нам за 1938 год отнести. Ну, относите, я не против. Идите к кредитору, просите. Но ко мне не приходите. Я не буду в экономике диктатуру устраивать. Там свои законы, объективные законы. Поэтому, что я буду ломать эти законы? Хватит. Вот мы сломали, а толку нет. Министр сельского хозяйства, к слову, в своем докладе озвучит данные по техническому оснащению Витебской области. За последнее время оно значительно усилилось. Чем не достижение? Регион по некоторым позициям сильнее передового Брестского. Вот только результаты почему-то не такие. Так может, дело не в оборудовании, а в тех, кто на нем работает или не работает? Президент в который раз акцентирует внимание на кадровом вопросе. Да, в современном мире все меньше людей хотят работать руками и на земле. Но такие есть. Значит, ставку нужно делать на них. В интеграционных структурах, в глубоком, создайте бригаду ветврачей, которые будут объезжать эти хозяйства и помогать. Создайте два-три, пока две-три группы и возьмите их под контроль. Заплатите им, в конце концов, квартиру построите в глубоком под обязательство, что они никуда не сбегут. Я понимаю, что некоторые сидят, ну что ты мне тут говоришь, что у меня пять человек осталось, даже если два, а ты третий. Начинай с этого. И не надо никого там держать, потому что момент такой. С одной стороны, тяжелейшая ситуация. Душить нас будут вместе с Россией. Но с другой стороны, для вас, аграриев, и для тех, кто производит сельхозтехнику, счастье. Справедливости ради, какие-то из изначально поставленных задач за это время все же удалось решить. И о ней, что немаловажно, социальной направленности. Были поставлены следующие задачи. Во-первых, снизить долговую нагрузку организаций, входящих в эти объединения. Это удалось. Значит, долги уменьшились на 1,2 миллиарда рублей на 36%, а просроченные на 60%. Президент призывает правильно расставить приоритеты. Последние годы даже самым непонятливым продемонстрировали. Рассчитывать стоит только на себя. Особенно в вопросах безопасности и обеспечения базовых потребностей. Едва ли кто-то в критический момент позаботится о том, чтобы нас накормить. Тем более бесплатно. В мире, где каждый преследует только свою выгоду, стоит отложить наивное представление и задаться вопросом, что мы реально хотим, что для нас главное, исходя из ответа и действовать. Мы хотим быть независимыми. А пошевелиться на эту независимость никто не хочет. От члена правительства до ярки. Ну тогда надо нам определиться. Немцы нас возьмут. Но там вы не будете ходить и говорить отсрочить, не досрочить, нечего жрать, подыхай. Только так они к нам будут относиться. Да кто бы ни пришел сюда. Поэтому если вы выбрали эту независимость, давайте вкалывать. Момент тяжелый, но в то же время шикарнейший момент. Россия открыта. Нам открывается прекрасная возможность. И деньги хорошие. Наш российский рубль что не устраивает? Устраивает. Мы можем топливо купить. Можем сырье, ресурсы там, еще что-то нам надо. Для сельского хозяйства лучшего времени не будет. Война закончится в Украине. Там же все разбито. А не посеют ли еще в этом году? Тоже надо людей кормить 40 миллионов. Продавай, пожалуйста. А мы в Витебске чего-то ждем. Приедет сейчас президент, привезет новогодние подарки в мешке. Эти слова адресованы не только участникам совещания в Глубоком, да и по сути в них не только АБПК. Сейчас нет ни времени, ни права на ошибку. И не только у Александра Лукашенко, как у главы государства. Не только у чиновников, но и у каждого, кто хочет жить в той Беларуси, к которой за годы независимости привыкли. И как только осознание ответственности придет каждому, может и эффект от инициатив и вложений государства не заставит себя ждать. Совместными усилиями приумножать значительно проще. Алена Сырова, Александр Бутрим, Неделя, СТВ.